всех приветствую продолжаем знакомиться с работами художников и скульптор александр монро британский скульптор представитель движения прерафаэлитов он сосредоточился на портретах и статуях но наиболее известен своей группой фигур под влиянием рассетти паола и франческо которые часто называют воплощению скульптуры прерафаэлитов родился шотландии 26 октября 1825 года был сыном каменотес и его таланты поддерживались финансовой помощью работодателя его отца герцогини сазерлайн я цитирую теперь с 1842 года он ассистировал и обучался в единбургской мастерской скульптора александра хинсайда ричи приехал лондон 1848 году чтобы изучать мультуру под руководством чарльза барри работать каменщиком в основном вестминсерском дворце выставлялся в королевской академии с 1849 по 1870 год и на большой выставке в 1851 году между 1853 и 1865 годами монро создал ряд портретных бюстов детей для светских семей был близким соратником томаса вулнера единственного скульптора входившего в первоначальное братство прерафаэлитов был дружен с данте гавриэль рассетти монро играет важную роль в истории движения поскольку его часто упоминает как участника полемики вокруг прерафаэлитизма 1850 году когда он слил в кавычках информацию о том что группа сформировала тайное общество 1854 году вместе с томасом улнером данте габриэлем рассетти фордом мэддексом брауном эдвардом берн джонсом лоссом кейта диккенсоном и джоном раскином монро начал преподавать в недавно созданном колледже для рабочих скульптуры монро отличались формальной простотой его самой известной работой были паула и франческо которые были выставлены на выставке 1851 года на нем влюбленные были изображены домами мечтательными и благородными что способствовало создание популярного образа движения прерафаэлитов окончательный вариант мрамора находится в бирмингенском музее и художественной галереи оригинальной гипсовой версии скульптуры в настоящее время выставлено уэлтон холли где также находится портретный рельефный бюст полин леди травельян созданы монро позже он создал общественные скульптуры для скверов а также несколько мемориальных статуй 6 из 17 статуй ученых музея естественной истории оксфордского университета является его работой все они изготовлены около 1860 года монро женился на одной из дочерей журналиста роберта каутерса редактора инверность курьер от нее у него было два сына для одного из которых джон раскин был крестным отцом его сын джон артур раскин монро впоследствии был ректором линкольн колледже в оксфорде монро страдал от слабого здоровья был поражен болезнью легких последние годы жизни он и его жена жили в канна из-за состояния его здоровья и именно здесь он умер в день нового 1871 года вот так вкратце о британском скульптуре представители движения прерафаэлитов александре монро пока пока до свидания